Привет всем! У нас, смотри, уже все разыгрались, поэтому давайте немножко поговорим, что такое игры, и мне, как представителю игровой компании, это очень близко, соответственно, начнем. Играм вообще очень много лет, если вспомнить, и вообще, если определить игровую деятельность, то она является такой развлекательной образовательной, и, несмотря на то, что в последнее время очень много думают о ней как именно о развлечении, я хотел бы как раз немножко рассказать о том, как игры сочетаются с образованием. Историй игр насчитывает много тысячелетий, то есть самым древним настольным играм уже более пяти тысяч лет, из более-менее известных, такие как нарды, например, порядка трех тысяч лет. И, ну, в принципе, мы, как хомо-сапиенсы, ну, как человеки, играем с детства и продолжаем играть уже во взрослом возрасте. Это не только наше качество, на самом деле, это огромное количество животных познают этот мир через игровые формы. Тем не менее, последние там 70 лет, 60, у нас появилось совершенно новое направление. Это компьютерные игры. И они возникли где-то в 50-х, еще на мейнфреймах, еще на осциллографах. Дальше в районе 70-х появились первые игровые приставки к телевизору. И, собственно говоря, начался бум компьютерных игр. В 80-х появились первые персональные компьютеры. В 90-х появились уже 3D-игры. В 2000-х уже такие более-менее современные приставки, которые вы знаете. Там PlayStation, Xbox. И после этого уже был, где-то 2005 года появились онлайн, потом мобильные. И, собственно говоря, на сегодня те из вас, кто могли перед началом продленки посмотреть, чем мы занимаемся в частности, уже есть такое новое направление. Это VR, виртуальная реальность, которая как раз вот сейчас активно набирает обороты. И где-то с этого года, ну, по крайней мере, по моим предположениям, начнет активно очень развиваться на рынке. Соответственно, это, в свою очередь, вот это развитие платформ игровых для компьютерных игр и привело к тому, что жанры игровые тоже очень сильно эволюционировали. От простейших аркад в 70-е до, на самом деле, на сегодня уже очень сложных моделей, как бы описывающих этот мир и позволяющих интерактивно взаимодействовать с моделями этого мира, учащись или обучаясь чему-то полезному, что может потом пригодиться в реальной жизни. Это и стратегические игры, и ролевые, и бизнес-игры, которые активно используются там разными компаниями для как раз повышения квалификации. И, в частности, это были образовательные игры, которые развивались в напряжении последних 30 лет, но поначалу еще были достаточно примитивными. И в некотором смысле первые эксперименты, так как игры были достаточно скучные сами по себе, хотя давали достаточно много образования, оттолкнули огромное количество людей, разработчиков и потребителей от себя, несмотря на то, что само направление, казалось бы, является очень привлекательным в силу того, что игровая форма, она лучшая на самом деле для обучения, потому что вот если мы посмотрим, как вы учитесь в основном, там в школе или в институтах, в университетах, в основном вы слушаете, как вам что-то рассказывают, периодически решая какие-то задачки, но при этом гораздо же веселее было бы, если бы у вас была некая среда, в которой все эти вещи можно было, собственно говоря, изучать, взаимодействуя с этой средой в игровой форме, то есть просто играя в игры. И таких на самом деле уже становится все больше и больше. Хороших примеров, в частности, есть очень известная игра Rocksmith, где вы учитесь играть на живой гитаре, не Rock Band, где там надо было какие-то кнопочки нажимать непонятные, а прям есть настоящая гитара, и играя с консолью или компьютером в эту игру, вы действительно приобретаете реальные навыки игры на гитаре. Или очень активно используясь сейчас уже в образовании, например, игры компании Paradox, это игры исторические, такие там как Hearts of Iron или Europa Universalis, где можно понять историю нашей цивилизации, не просто читая скучные учебники, а играя за одну из стран и, соответственно, сталкиваясь с реальными проблемами, которые у них были в этот исторический период, принимая решения, играя против других игроков и прочее, или игра типа Portal, например, с которой, думаю, тоже многие знакомы, где можно понимать и разбираться с физическими законами этого мира, приобретая эти навыки, очень полезные для будущего. Таким образом, несмотря на то, что игры как образование в начале чувствовали себя не очень хорошо, но сегодня это как раз самая интересная область, которой очень весело заниматься и очень весело в это играть, и очень полезно. Соответственно, еще одно из направлений достаточно интересных – это гомификация. Вот ребята об этом немножко рассказывали, что можно брать существующие области, например, любой курс по географии или еще почему-то, и прикладывать к этому какую-то игру, даже не создавая пока отдельный программный продукт, о котором мы, собственно говоря, говорим, а просто используя дополнительные карточки, используя дополнительные какие-то баллы, начисления, вот так, билдинг тот самый, и таким образом сильно увлекая людей в этот образовательный процесс гораздо веселее. Но здесь есть один нюанс. Как выяснилось на практике, помимо… То есть гораздо интереснее, когда игра, собственно говоря, составляет собой единое целое с самим предметом, нежели разделять это по отдельности, что, собственно говоря, делает гомификация. И обратив внимание на то, что, собственно, VR является одним из новых направлений, куда движется вообще индустрия, айтишная и игры в том числе, мы решили, что именно создавать игры, в которых вы погружаетесь в принципиально новую среду, в принципиально новый мир, и таким образом, используя все возможности современных технологий для обучения, гораздо веселей. И с этой целью мы сделали свой первый проект, собственно говоря, запустили его в этом году, он называется InMind, и некоторые из вас уже имели возможность, я думаю, с ним познакомиться. Это небольшая игра про погружение в структуру мозга. То есть вы можете наблюдать, как устроен мозг, причем мы старались использовать все современные, то есть результаты современных исследований, чтобы постараться показать максимально достоверно, насколько это возможно, при этом сохраняя игровую форму как основную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть мне кажется, что гораздо веселее было выходить там, например, в школу и учиться вот на таких примерах. Вы согласны? Вы согласны? Следующий проект, который мы делаем в этой области, мы его назвали InCell, это уже игра про погружение в живую клетку. То есть мы сознательно выбрали биологию как такую область, где именно виртуальная реальность может позволить показать вещи совершенно в другом масштабе, в совершенно другом ракурсе, и погружаясь, собственно говоря, в живую работающую клетку, решая проблемы этой клетки, в частности, помогая ей справиться с вирусом, который ее в этот момент атакует, мы с одной стороны и играем в увлекательную игру, с другой стороны понимаем, как она устроена, как она работает и каким образом воздействуя на те или иные части этой клетки можно ей помочь или, наоборот, ситуацию испортить для того, чтобы четко понять те причины следственной связи и те принципы, на которых она на самом деле функционирует. Причем может казаться, что для того, чтобы играть в такие игры или получать такую информацию, требуются какие-то сложные компьютеры, сложные устройства и прочее, прочее. Так вот, собственно говоря, хотелось бы сказать, что мы недавно запустили версию как раз для мобильных телефонов, для запуска которой требуется очень простое устройство, оно называется Cardboard, выпущено компанией Google, стоит там порядка пяти долларов. Это такая картонная коробка, которую вы сами собираете, что тоже на самом деле достаточно увлекательный процесс. И просто вставляя туда мобильный телефон, вы можете получать весь этот опыт. Таким образом, в принципе, так как телефоны на сегодня есть уже практически у всех, да, можно, обычные, то это уже доступно, по сути, для всех школ, для всех университетов. То есть это очень массовая вещь, которую можно использовать прямо сейчас. Собственно, вкратце. Это то, что я хотел рассказать. По сути, теперь часто задают вопрос, а где же учиться, собственно, и как стать теми, кто эти игры разрабатывает. Вот я вкратце накидал вузы, которые вам могут быть интересны, если вы захотите приобщиться к этому виду деятельности. Что, на мой взгляд, один из лучших вообще в мире, чем вы можете заниматься. Соответственно, программистов, на мой взгляд, готовят лучшим образом в МГУ, МФТИ и МГТУ. Художники, но это если брать московские вузы, по крайней мере. То есть понятно, что у нас их гораздо больше по стране, но тем не менее. То есть сама разработка игры штука очень мультидисциплинарная. То есть там огромное количество специальностей требует совершенно разнообразных. Поэтому в принципе можете выбрать то, что близко вам. И если вам ближе изобразительное искусство, то, соответственно, Гахиев Гиг. Игровых дизайнеров, вот тут уже рассказывали, что сейчас запускаются курсы, но, естественно, пока что готовых курсов по игровому дизайну для школьников, по крайней мере, поступать в вуз нет. И можно сказать, что их вообще нигде не готовят. Но, тем не менее, определенное базовое образование для того, чтобы потом расти уже непосредственно в компаниях по этой специальности, оно там, в частности, техническое или определенное гуманитарное, крайне полезное. Поэтому я считаю, что МГУ, Высшая школа экономики и ВГИК, они крайне полезны как база для того, чтобы потом развиваться уже самостоятельно, вот как по аналогии с креативным директором, в сторону игрового дизайна, потому что эти специальности на самом деле очень близки. И последнее, это менеджеры, то есть они всегда нужны для того, чтобы руководить любым процессом. Соответственно, Высшая школа экономики, МГУ, ГИМО. Это тоже, на мой взгляд, основные вузы. Соответственно, если вам эта область ближе, то поступайте туда. Собственно, вкратце, это все, что я хотел рассказать. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Так, вопрос, конечно же, есть. Первый вопрос у нас вот здесь. Удобно будет, да, ребят? Досчитай до трех, потом сдавай. Какие игры Вы выпускались на ПК? Я хотела просто в них поиграть. Мы вообще больше 20 проектов сделали на PC. Соответственно, за почти 20 лет. Ну, пока. Хорошо. И я даже не знаю, с какого боку начать. То есть это и Блицкриг от первой, второй, и Герои меча и магии пятые. Хорошо. А лоды или там Саундсторм, Демиурги. Их вообще настолько много, что очень сложно все перечислить. Да, можно зайти в Википедию. Сейчас мы делаем, кстати, третий Блицкриг, который запустим в этом году. Такой наш большой проект, которым мы там очень гордимся. Это проект, посвященный, это стратегия в реальном времени, посвященная Второй мировой войне. Ну, это, на самом деле, для постаршей уже аудитории, на мой взгляд. Мобильные игры тоже делаем, поэтому вот те направления, по которым мы развиваемся. Собственно говоря, здесь я просто хотел рассказать про новую область, в которую мы сейчас идем, которая, на мой взгляд, очень перспективна, потому что именно изменение образования и улучшение его это одна из самых главных задач для нашей цивилизации, и здесь мы можем внести свой небольшой вклад. Да. Извините, вы знакомы с игровой фирмой Wargaming.net, это знаменитая технику фирмы. Да, Целых три ММО-экшена выпущены на эту тему. Да, и? Вы знакомы с организатором, с фирмой, как таковой? Вы смотрели санкции. А в чем вопрос? В чем подвох? Ну, подвох никакого нет, я просто... Просто хотела узнать, знакомы или нет? Да. Да, конечно, знакомы. Просто такой. Ну, вообще, игровая индустрия достаточно дружная в России. Да, вы встречаетесь, наверное, на конференциях разных, на круглых столах. Ну, конечно. И не только иногда, все в порядке, знакомы. Просто в дружеском общении. Ой, здорово. Так, ну что, еще давайте вопросы. Я обещала вас побольше спрашивать, да? Я же как-то обошла вас вниманием. Ты не сдавал еще у нас, по-моему, нет вопросов? Вот, если у какого-нибудь человека плохое зрение изначально, то им можно играть в этих очках? Несмотря на сколько плохое, в принципе, очки подстраиваются под... как это называется-то? Диоптрии, да, точно. И можно... Скажу так, картборд не умеет это делать, это слишком простое устройство, но есть уже нормальный шлем виртуальной реальности, в которых можно менять линзы, и, соответственно, в зависимости от зрения можно их адаптировать под себя. Единственное, что все равно не рекомендуется в этих очках проводить слишком много времени, по крайней мере, на данном этапе, потому что это, в общем, достаточно свежее устройство, там, я думаю, еще надо несколько лет, прежде чем оно станет достаточно таким, чтобы в нем можно было проводить много времени. Поэтому мы и нарезаем наши игры на такие 15-минутные отрезки, для того, чтобы можно было провести в шлеме 15 минут, получить какой-то игровой образовательный опыт, и, соответственно, на время сделать паузу, потом на следующий день вернуться. Ну, вы знаете, даже, например, на iPad, вот я в Вере своей тоже долго не позволяю играть, и мы обычно гимнастику для глаз делаем, в принципе, с более-менее здоровым зрением. Мне кажется, в наше время, когда много-много разных экранов и гаджетов, это делать очень полезно. А у нас еще один вопрос. Примерно сколько времени уходит на создание одной игры, и сколько человек участвует в создании? Ох, очень большая разница. Ну, в смысле, очень разные бывают игры, и очень большая разница между тем, сколько времени. То есть, если сделать самую простую игру, наверное, можно где-то там за несколько месяцев команды в несколько человек, то самые большие проекты, которые мы делали, это несколько, ну, то есть, это порядка пяти лет и более двухсот человек на этом протяжении. То есть, это очень масштабные проекты, стоящие очень много миллионов долларов. Тем не менее, вот, это очень интересный сегмент, и, ну, вот, если вы хотите большими проектами заниматься, то вот это вот они такие. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Где можно приобрести картборд? Картборд? Я не знаю, где в России, можно вот прям в магазине купить, но можно на интернете купить. На Амазоне, на eBay, они там продаются в достаточно большом количестве, поэтому, и так как они стоят очень дешево, эту проблему с доставкой в Россию тоже у них нет. Ой, я вот знаю, что я приобрету в следующем в интернете именно эту штуку. Помещаются, да, айфончики туда? Айфончики помещаются, и андроиды помещаются. Ну, лучше айфончики шестые, а андроиды, ну, и вот прям в ваш инмайнд можно скачивать и играть, правильно? вот у меня в кармане лежит айфон. новости какие хорошие. Так, а у нас еще один вопрос. Встань, пожалуйста, только до трех, засчитай прежде. Здравствуйте. Привет. А вы на выставках Е3 бываете? Бываю. Каждый год. Однозначные вопросы к Сергею. Знаете ли? Бываете ли? Так, еще один вопрос. Держи. Я хотела спросить, а на каком языке программирования больше всего игр написано примерно? Ну, вообще, раньше наиболее популярным был язык C++. На сегодня он уже так выглядит немножко подустаревшим. Основные движки, которые сейчас есть, ну, в частности, наиболее популярные, как Unity, они то есть там используют C Sharp в качестве основного языка. Поэтому, если вы хотите играми заниматься, на сегодня C Sharp наилучший язык для изучения. Спасибо. А за сколько можно будет купить третий Блицкриг? И когда он выйдет? Сейчас у нас коммерческая реклама начнется. Выйдет он в этом году. А сколько он стоит, посмотрите у нас на сайте. Ой, как мило с вашей стороны, Сергей. Я стараюсь. Так, ну что ж, а у нас здесь от отца вопрос, Сереж. Да, конечно. Да, вопрос от обеспокоенных родителей. Я видел все ваши прекрасные образовательные игры InSale, InMind. Само название говорит о том, что они на английском языке. А мы говорим об импортозамещении. Вот наши детишки хотят быть конкурентно способны на рынке образовательных услуг. Нужно же и для них на русском языке дело. Делаете ли вы на русском языке эти игры? Ну вообще, пока мы целились в мировой рынок. Российский рынок, к сожалению, 2% мирового. Поэтому пока мы начинали с английского языка. Но да, мы сделаем русскую версию. Мы говорим про детей, а не бесценных. Хорошо, хорошо. Мы только начинаем. Да, мы сделаем русские версии. Все сделаем. Кстати, это вопрос от синхронного переводчика, заслуженного, который переводил со мной вместе Knowledge Stream многие годы. Спасибо за вопрос. Ну что ж, давайте еще один вопросик. Давай, дорогой. Здравствуйте. Привет. А вы сейчас выпускали какую-нибудь игру? Да, ну у нас на этот год три проекта больших на самом деле запланированы. Соответственно, один Blitzkrieg 3, а два мы еще не анонсировали. Один вот большой PC-проект, а второй, соответственно, два других это мобильные игры. Что? По секрету просят рассказать. По всему свету. Так, еще один вопрос. А у вас есть такой вот проект, которым вы тоже больше всего гордитесь? Вот, то есть, у него больше всего народу играет? Ну, скажем так, проект, который вот мы запускаем в Blitzkrieg 3 в этом году, я считаю, что он наиболее достойный из того, что, по крайней мере, сейчас будет в ближайшее время. Ой, мне тоже захотелось поиграть. Там все как... Ну, для мальчиков, правда. Для мальчиков? Да. Ладно. Так, ну что ж, давайте последний вопрос. А во сколько вам обошелся проект InMind и во сколько InCell? Как бы так пошутить-то, я вот думаю. Ну, на самом деле, так как это все проекты бесплатные, мы их распространим абсолютно бесплатно, потому что, ну, как бы, пока что я не вижу способов и смысла. То есть, вы скорее экспериментируете вообще в этом поле, да? Да, мы экспериментируем, для нас в некоторых смысле благотворительность. То есть... на этой оптимистической ноте давайте поблагодарим нашего героя за благотворительность и за то, что обязательно InMind и InCell мы переведем на русский язык, правда ведь? Да, конечно. Сережа, для вас этот подарок от Man, One of a Ferber очень интересный дневничок. В течение пяти лет вы отвечаете на какой-то вопрос в конкретную дату, а потом сравниваете через пять лет. Спасибо! Спасибо!